Наша вакцина предупредила, мало того, тяжелое течение заболеваний, медики достаточно легко ее перенесли, более того, предотвратили возможный летальный исход. Это ровно точно так же мы с вами всегда говорим, когда идет прививочная кампания против гриппа. Мы с вами знаем, что ни одна вакцина никогда не гарантирует стопроцентный результат. Результат чего? Что человек не заболеет. Но чего мы добиваемся, когда мы рекомендуем обязательно поставить вакцину? Это предупредить в первую очередь тяжелые осложнения после перенесенного заболевания и, конечно, предупредить летальные исходы. На сегодняшний день, в принципе, считается необходимо говорить о сформированном иммунитете, о возможном через 30 дней после постановки второй прививочки. Поэтому мы в обязательном порядке посмотрим еще раз, только теперь не качественные иммуноглобулины класса G, а количественные. То есть насколько сформировался действительный иммунитет после второй прививочки. Задают многие журналисты вопрос, а не плацебо ли это было? Я хочу сказать нет. Почему? Потому что если бы это было плацебо, а партия у нас одна, то в данной ситуации у меня бы не сформировались иммуноглобулины класса G. Можно говорить о том, что уровень антител одинаков? Вот сейчас у тех, у кого привили, кто еще не болел, у кого привили, и у тех, кто переболел. В данной ситуации требуется именно качественное наличие, есть или нет. То, что сегодня вы говорите, это обязательно важно, это нужно, и это на будущее будет обязательно, наверное, необходимо оценивать. И причем оцениваться, скорее всего, будет разработчиками вакцины, потому что в будущем будет сформирован именно календарь, как ставить эту вакцину. Сегодня край по этому графику должен получить 2005 доз. Первый транш, 42 дозы, мы с вами уже получили. По устной информации Минздрава России, во все территории сибирского региона и близлежащих регионах вакцина ориентировочно должна поступить до 1 декабря. Ожидали мы ее немножечко пораньше, но в силу каких-то независимых обстоятельств эта вакцина пока в регионы не поступила. Все эти 2005 доз, они предназначены для иммунизации только медицинских работников, причем только на добровольной основе. Ее мало, будем так говорить. И количество медиков, которые работают в Барнауле и оказывают тоже экстренную и неотложную медицинскую помощь, оно несравнимо больше, нежели в том же Алейске. Мы ни в коем случае не умаляем достоинств здравоохранения Алейска, и нам медики одинаково дороги, хоть в Алейске, хоть в Егорьевском районе, хоть в любом другом, они все наши коллеги. И мы, конечно, заботимся о том, чтобы, конечно, не пострадало их здоровье. Но вакцина должна быть полноценная. Чтобы нам сегодня не распылять и не распылять эту вакцину по краю, по одной, две, три дозы, мы, конечно, выбрали целевые группы.